МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они готовы платить больше, если ездить в общественном транспорте станет комфортнее. Ну вот эти еще маршруты более-менее, вот тридцатка вообще все время забитые. На одной ноге едем на работу. Я думаю, что это подорожание вообще ни к чему. Если бы ездили бы как-то нормально, можно было бы платить и 100, и 150. А когда платишь такие деньги, на одной ноге ехать на работу тоже. Люди в омарок летом падали. Кондукторы в свою очередь надеются, что с повышением тарифа последует и увеличение заработной платы. Тогда, говорят работники автопарков, удастся избежать и текучки кадров. Кутерлет шла, салайди более. А сегодня на сколько получается? Сегодня? Сегодня, ну, смотря сколько у нас, сколько часов отработаешь. В среднем сколько? Ну, 100 тысяч получаем. Пока, как честно признаются, останчание изменения тарифа на проезд по карману ощутимо не ударило. Вероятнее всего, сказались выходные. Но впереди новый учебный год. Поэтому впору добавляют пользователи общественного транспорта приобретать проездные билеты, которые, к слову, тоже стали дороже. Отныне их цена 7,5 тысяч тенге. Жанн Алпызбаева, Марат Кураков, 7 канал. В городском Акимате уверяет, что повышение тарифов до 90 тенге будет оправдано. Среди приоритетного чиновники обозначили увеличение числа автобусов, создание новых маршрутов и повышение квалификации водителей и кондукторов. Первая партия, а это 350 новых авто, будет курсировать уже с октября этого года. В первую очередь, будет снятие перегруженности автобуса. Естественно, будет возможность строго спрашивать от водителей и кондукторов, для того, чтобы повысить культуру обслуживания. Наступает возможность приобретения перевозчиками соответствующих запасных частей.